Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы на канале Q.ru Я на стенде Lenovo Motorola Я не знаю, честно говоря, будет ли у них что-нибудь интересное, но не зайти я не могу Почему бы нет? Зайдем посмотрим, что нам покажет компания Lenovo, владелец бренда Motorola Пойдемте Lenovo продолжает выпускать разные крышки Как мы помним, у них был такой телефон, Moto точнее То есть понятно, что это Motorola Либо динамик, либо камеру большую делает, либо что-то еще И берем обычный телефон В данном случае он, кстати, очень тоненький Помните, Motorola когда-то очень давно делала Razer V Очень тоненький телефон, бритва так называемый И вот этот тоже Именно на него можно поставить либо дополнительный аккумулятор Это второе поколение, как я понимаю, Z2 Либо док-станцию с динамиками То есть несколько вариантов Все это докупается отдельно, разумеется Задумка хорошая, не знаю, насколько все это востребовано Ну, делает хотя бы кто-то что-то Это уже радует Вот они, видите? Крышечки вот так именно вот работают Телефон становится, конечно, огромным с этими крышками Но зато у вас появляется дополнительный функционал Вот как вот аппарат, например, большой Ну, сюда она... А, оделась, кстати, смотрите И вот такая вот огромная фиговина получилась у нас Динамик Это не у меня Нехилая штука, конечно Для тех, кто любит погонять Покупаешь такую док-станцию Вопрос тоже спорный Потому что есть множество всяких недорогих даже таких штуковин Но сюда телефон ставишь и играешь У тебя получается огромная такая игровая консоль Но задумка неплохая У тебя кнопки есть, у тебя вообще... Для тех, кто погонять любит, то я думаю, самое то Вот набрел на что-то интересное Moto X-H4 Получается, защита от воды и пыли заявлена Телефон не очень большой по нынешним меркам Своей харизмой обладает Ну, такой тоже марки достаточно Ну, хотя бы тоже прикольно выглядит Не безликий, как все То, что мы видели Moto Z Вот такой же вот Ну, опять же, надо брать все это дело и тестировать Так на стенде покрутить в руках мало что поймешь Скользкий еще к тому же Блин, зараза Реально скользкий, даже через эту штуку А это вообще вырви глаз называется Знаете, он такой полностью зеркальный получается Отражает все, что вокруг Если вокруг вас что-то такое красивое То он все это яркое То телефон все это и собирает, отражает Необычно Ну, вообще, любителям глянца посвящается Те, кто с собой тряпочки любит носить Не любит, а вынужден С такими телефонами они понадобятся часто Но все равно прикольно Все равно, все равно Ну, Samsung чем-то здесь похож Компания ZTE Я думаю, тоже ее знают многие Она не столь известна, как Samsung Даже не столь известна, как компания Huawei Но ZTE это крупная компания Поэтому давайте посмотрим, что они нам предлагают Чем они нас смогут удивить Или разочаровать Все посмотрим Приятного просмотра Все-таки ZTE меня смогли удивить Я слышал об этом смартфоне В смартфоне И вот сейчас я смотрю на него Знаете, это очень необычно Это телефон, который складывается Вообще, конечно Это настоящий телефон У которого два экрана Вы все видите сами Я, честно говоря, в шоке Я восхищен То, что это сделали Но я пока не могу понять, зачем Ребята, а у вас какие идеи? Хотя, знаете Ну, квадрат получается у нас Давайте сейчас его разблокируем Посмотрим Еще раз показываю, как это работает Вот с обратной стороны Закрыли Ну, здесь провод мешается У нас получается телефон Не маленький Но необычно Очень необычно Надо же Ага Ага Спасибо Вот дают мне полноценный телефон Давайте посмотрим на него Со всей стороны Разъем для наушников есть Это уже радует Все-таки Молодцы Те, у кого хватает ума Разъемы оставлять Ну, такой большой Знаете, как книжку такую держишь Он неувесистый Притом Он по весу-то Не сильно Одной рукой, кстати Можно открыть? Сложно Одной рукой А, все-таки Двумя руками надо открывать Ну, ладно Это небольшая проблема Еще раз смотрим Ну, вообще, конечно Ну, можно вот так, разумеется Второй экран Поставить и смотреть фильм, например Или вот так, разумеется Ну, то есть, разбираться Я бы, конечно, хотел Такую вещицу взять на тест И рассказать вам свои впечатления Ну, вообще, конечно Красавцы Честь Со светом тут ничего не сделать К сожалению Второй экран как вспомогательный Как я понимаю В каких-то вещах он задействован, получается Ну, хотя бы смогли удивить Спасибо за ТЕ Конечно Хотя бы удивили Молодцы Ладно, пойдем посмотрим Что еще есть Спасибо На фоне настоящего телефона С двумя экранами Остальные уже выглядят Не столь интересно Но все-таки Посмотрим Blade V9 Ну, сейчас они все По большому счету Одинаковые стали Экраны широкие Что тут такого Зеркальные Ну, блин Все как один Друг на друга стали Вот в этом похожи Прикольно Ну, смотрится ничего, кстати Такой стандартный телефон Вряд ли, думаю Он чем-то меня Сможет удивить Если взять его на тестирование Но все равно Все равно Что-то кто-то делает Молодцы Спрятали за стеклом Как нечто такое Знаете Необычное Кому эти скорости нужны Я не знаю Но заявляют все Больше, больше, больше И больше 1,2 гигабит Вот такая выставка получилась Конгресс Именно В 2018 году Знаете Я увидел Название Arcos Эта компания Некогда Была очень крупная Некогда В 2007 году Она точнее Не была очень крупная Но она была очень известная В плане Плееров Пока еще В России практически Не был известен Apple Да и Arriver Был известен Но тогда они делали По большому счету Дисковые плееры И вот Arcos У него был Очень хороший Сейчас И у Arcos Был невероятно Хороший шанс Закрепиться И стать лидером рынка Но Что-то у них Не получилось Потом Arriver Стал выпускать Замечательные Тоже Патри Плееры Apple Подтянулся В Россию Именно Я говорю Про 2007 год А то и Шестой Даже Но помню Arcos Это были Замечательные Устройства Металлические Очень дорогие Очень дорогие Но Они очень хорошо Покупались Продавались И целые Сообщества Форумы В интернете Но Не смогли Эта популярность Дальше То ли денег Не было То ли желания То ли знаний Не было Но Arcos Могла бы стать Компанией Которая могла закрепиться На этом рынке Медиаплееров Телефонов И стать Очень крупной Но не смогла Давайте посмотрим Что они сейчас Предлагают Как ни странно Я вижу Самокаты Очень неожиданно Обычно Xiaomi делает Самокаты Но тут Очень неожиданно Arcos Не ожидал Знаете Вот не зря Сюда подошел Вообще не ожидал Но нас больше Телефоны интересуют Но по телефонам Сразу видно И Что-то так печальненько И грустно Если честно Откровенно говоря Ну Восемнадцатый год Конечно На носу А это Как-то Как-то попахивает Вообще Каким-то Бибрендом Если честно Не хочу никого Обидеть Но Очень печально Очень Даже снимать Вот это Чем более-менее Но это единственный Остальные Ну вот это Блин Ну чисто Китай Получается Ребят уже Хотя это французская Фирма изначально Хотя если ценники Знаете Будет это По 3-4 тысячи рублей Но все равно С таким вот экраном Синего отдающим Сразу я это вижу Блин Это не дело Если выпускать телефоны То надо выпускать Все хорошие Полностью Чтобы были Рынок Не терпит Оплошности Сразу другие придут Знаете Справедливости Радио Аркаса Вот отдельный стенд Стоит Довольно-таки Добротными смартфонами Практически безрамочника И это действительно Приятно Смотрите Вы все видите Две фронтальных камеры Стекло Закругленный То есть Они разные Телефоны делают Просто вначале Я так подразочаровался Видя вот эту всю Синевую И зернесть экрана Но вот этот телефон Интересный Снапдрэгон 835 Офигеть 835 Снапдрэгон Ребят Это не шутки Это не шутки Вjä 묻бан Субтитры создавал DimaTorzok